Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. Наступил уже второй месяц осени. На улице достаточно прохладно. Даже успел выпасть первый снег. И со всеми прелестями осени пришли первые простудные заболевания. О том, как обстоят дела с гриппом и ОРВИ в республике, и что делать, чтобы оставаться здоровым, несмотря на погодные условия, нам сегодня расскажет главный врач-эпидемиолог Валерий Николаевич Журавлев. Здравствуйте, Валерий Николаевич! Добрый день! Расскажите нам, пожалуйста, отличается ли этот осенний сезон чем-то от предыдущих лет? Сказать то, что эпидемиологический сезон 2013 года отличается от 2012, таких явных отличий нет. Дело лишь в том, что в этом году, уже начиная с середины сентября, у нас началось плавное повышение, увеличение числа заболевших в республике. Мы при желании можем развернуть дополнительные коучные места для госпитализации уже заболевших больных. А с целью профилактики мы закупили в достаточном количестве на предстоящий эпидемиологический сезон вакцины против гриппа. Так все-таки заболевших больше, чем в прошлом году? Или как-то есть такие данные? По количеству заболевших могу вам с уверенностью сказать, что за прошлую неделю грипп у нас в республике не выявлен. Существуют заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями. Ну, то есть можно сказать, что ничем не отличается от предыдущих лет, если вот так обобщить? Можно сказать общими фразами, что мы входим в предстоящий эпидемиологический сезон в плановом режиме. В плановом режиме. Поводов для беспокойства у нас пока, слава богу, нет. Это хорошо. Так все-таки, а как защитить себя от простудных заболеваний, от гриппа? Расскажите нам. Для того, чтобы защититься от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, каждому человеку нужно, прежде всего, проявить, как это банально не будет звучать, бдительность. Нужно закаливать собственный организм, питаться правильно, высыпаться, соответственно. Ну и не исключать медикаментозные препараты, которые у нас широко представлены. Также нужно все-таки вводить в практику такое явление, чтобы в общественных местах, в местах массового скопления людей, люди ходили, начиная буквально сегодня даже, скажем грубо, начиная в индивидуальных средствах защиты органов дыхания, так называемые маски, чтобы мы прикрывали свои органы дыхания. Все прекрасно знают, как распространяются острые респираторные вирусные инфекции, так называемые ОРВИИ, и грипп. И с этой целью мы вполне обезопасим себя и окружающих наших людей. А вот люди еще достаточно скептически относятся к прививкам от гриппа, и не все их делают. Вы что скажете? Делать, не делать? И почему? Поможет ли иммунизация? Насчет скептического отношения людей к вакцинопрофилактике есть на самом деле такая проблема в обществе. Люди воспринимают, вернее, не воспринимают прививки как действенный метод защиты от гриппа. Его можно легко предупредить с помощью прививок. И бояться их не нужно. По месту жительства обращаться в больницу, где человек обслуживается, и, соответственно, проводить эти, ну, вакцинацию. У нас в республике предусмотрен охват в этом году до 260 тысяч людей. Это практически, если брать, каждый четвертый житель нашей республики может рассчитывать на бесплатное введение вакцины. Начиная от детей от 6 месяцев и заканчивая, я привожу группы риска, так называемые, это дети до 17 лет. И пожилые люди наши, начиная с возраста 60 лет. И вакцинация даст им защиту в предстоящем эпидсезоне их организма от возможных случаев заражения гриппом. А есть какие-то противопоказания, кому, может быть, нельзя делать прививки от гриппа? Да, такая группа людей, конечно же, имеется. Прививки от гриппа не делаются, прежде всего, беременным женщинам. До беременности, до предполагаемой беременности, обязательно даже нужно в свете предстоящего эпидсезона. Также сюда же относятся дети до 6 месяцев. И люди, у которых наблюдается отрицательная реакция на введение яичного белка. Потому что все вакцины у нас делаются на его основе. Если у человека есть аллергия на это вещество, то таким людям нельзя делать прививки. И как все-таки отличить симптомы настоящего гриппа от симптомов ОРВИ? И в каких случаях обязательно обращаться к врачу, а в каких можно полечиться, может быть, дома? Ну, для того, чтобы человек понял при недомогании, чем же он все-таки заболел, гриппом либо ОРВИ, Нужно знать, что грипп характеризуется резким повышением температуры тела вплоть до 40 градусов, выше 38, по крайней мере, ломотой, чрезмерной потливостью, усталостью, болями в областях виска, загрудиной. То есть он чаще устает, на фоне, ну, не высыпается, ну, чувство невысыпания в нем присутствует. Если эти симптомы сохраняются в течение 3-5 дней, то немедленно стоит обратиться к врачу. В этом случае можно избежать уже дальнейших осложнений и последствий. И вот обобщая все вышесказанное, может быть, какие конкретные меры профилактики, что вы посоветуете людям, как уберечь себя? Прежде всего, нужно вести, как бы не банально звучало, здоровый образ жизни. Нужно укреплять всячески свой организм путем закаливания, употребления здоровой пищи, полноценного высыпаться. А уже если детально, предметно останавливается на этих аспектах, то нужно в пищу, естественно, употреблять продукты, богатые белками, которые, собственно, у нас и выстраивают нашу иммунную систему, помогают выстраивать. То есть обильное питье необходимо. Дальше, ну, так же. И пользоваться профилактическими медикаментозными препаратами, которые стимулируют выработку интерферона, так называемого, в организме, которые способствуют укреплению нашего организма, то есть создают иммунитет. Выполняя вот эти несложные, на мой взгляд, процедуры, можно с легкостью, как бы, обезопасить свой организм. А как вы относитесь к народным методам? Народные методы, они себя зарекомендовали достаточно давно, поэтому и называются народными методами. Любой врач вам скажет же, что игнорировать их тоже не следует. Мы, пользуясь народными методами, можем лишь способствовать тому, чтобы наш организм стал более невосприимчивым к вирусам, к различного рода бактериям, которые проникают в наш организм, то есть выстраивают на их пути барьер. Вполне можно использовать. И вот, Валерий Николаевич, наверное, всем будет интересно, как сам главный врач-эпидемиолог защищается от гриппа, защищается от простудных заболеваний. Что делаете именно вы для того, чтобы защитить свой организм? Я, прежде всего, ежегодно вакцинируюсь. Спасибо, Валерий Николаевич, за интересную и познавательную беседу. И пожелаем всем нашим телезрителям здоровья и только здоровья. Берегите себя, закаляйтесь, ешьте больше овощей и фруктов, и сезон простуды обойдет вас стороной. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»